Добрый день! Продолжаем работу лектории Малого Нехмата. Тема лекции обозначена на сайте Малого Нехмата. Это преследование и причаливание. Ну, я начну с того, что представлю вам несколько фрагментов, которые в итоге нашей работы, я надеюсь, составят некоторую картину, и законченную, вот, так сказать, некое мозаичное панно. Некоторые факты, о которых я буду вам, о которых буду говорить вам, знакомы, известны кому-то, кому-то неизвестны, но их полезно вспомнить. Итак, первый фрагмент, его можно заглавить так, гармонический ряд. Первый фрагмент, гармонический ряд. Что это такое? Если говорить совсем простыми словами, то это сумма дробей. Вот таких дробей. Одна вторая, плюс одна треть, плюс одна четверть, плюс одна пятая, и так далее, плюс одна восьмая. Вот такие суммы мы будем с вами рассматривать. Суммы такого вида. Каждая такая сумма содержит конечное число дробей. Вот в данном случае дробей сколько написано? Штук. Восьмой. Семь. Семь. Семь, да. Но кто-то сказал, что восемь, потому что вот посмотрели на эту восьмерку. Ну давайте, чтобы было удобно, впереди, в начале, напишем еще одну дробь со знаменателем единиц. Вот тогда будет простая сумма для восприятия. Так, ну, можно продолжить. Сколько угодно здесь можно выписывать слагаемых. Так вот, я хочу вас спросить, задать такой вопрос. Скажите, если мы будем набирать вот такие слагаемые, одна девятая, десятая, одна миллионная, скажем, можем ли мы получить в результате число, которое больше, ну, например, тысячи? Кто как думает? Так. Подумали? Секунду. Ну и теперь давайте проголосуем, что ли, так сказать, к интуиции. Кто думает, что мы можем получить, если вот, допустим, написали сумму один тарг, сколько это, сколько, 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 и получится больше тысячи? Вот, кто за то, что, да, такое может быть? Поднимите, пожалуйста, руки. Три человека. Значит, да, говорят всего три. Ну, остальные все присутствующие. Интуиция, вот, ваш жизненный опыт и математический опыт говорит, вам подсказывает, что как будто бы, ну, нельзя набрать здесь много. Но это какие-то, кстати, получаются крохи уже, крошки, слишком маленькие числа, чтобы получить. Так вот, оказывается, правы все, и многие из вас, кто сказал, что да. Более того, набирая вот в эту сумму слагаемые такого вида, можно превзойти, можно получить число, которое превосходит любое натуральное число. Как говорят, вот эта последовательность, последовательность таких сумм сводится к бесконечности. Это факт очень важный. Будете учиться на первом курсе, вам его еще раз напомню в теории числовых рядов. Итак, давайте убедимся с вами в том, что это действительно так. Мы будем использовать здесь метод оценки. Что это такое метод оценки? Поясню. Вообразим, что у нас есть сумма трех двузначных чисел. А, Б, С, Д, Е, Ф это цифры. Предложите неравенство вот такого вида. Какое число, можем здесь написать, чтобы это неравенство было верным. Можно так рассуждать. Двузначное число любое больше десяти или равно десяти. Это число тоже или равно десяти, или больше. Это тоже двузначное, значит тоже больше десяти. И поэтому сумма любых трех чисел всегда больше или равна тридцати. Вот, это метод оценки. Мы каждое слагаемое оцениваем снизу, да? Снизу. Давайте вот в этой сумме тоже будем оценивать слагаемые снизу. Так, вот тут у нас единица. Хорошо, единица. Это одна вторая, половинка. Удобно нам будет рассуждать, используя вот этот термин. Половинка или одна вторая. А далее давайте сгруппируем одну треть и одну четвертую. Так, мы видим здесь две дроби. Какая больше, первая или вторая? Первая. Первая больше, значит вторая меньше. Значит, если мы вместо одной трети возьмем одну четвертую, то получим меньше реальной суммы. Стало быть, вот эта сумма, стоящая в первой скошке, больше, чем две дроби равных одной четвертой. То есть, вот эта сумма больше одной второй. Так, половинку вот мы уже набрали. Дальше будем группировать слагаемые таким образом. от одной пятой, шестой, седьмая, до одной восьмой. Смотрим, сколько здесь слагаемых? Четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Самая маленькая слагаемая, последняя. Одна восьмушка. Значит, вместо этой суммы мы возьмем четыре восьмушки. Или четыре восьмушки. Восьмушка. Получается снова одна вторая. Значит, смотрите, мы опять набрали в результате число, которое больше одной второй. В результате. Так, дальше продолжаем. Будем группировать, вы уже, наверное, догадались, каким образом слагаемые. Значит, далее возьмем слагаемые от одной девятой до одной десятой и далее до какой? До одной шестнадцатой. Правильно. До одной шестнадцатой. Сколько здесь слагаемых? Восемь. Восемь. Самая маленькая одна шестнадцатая. Значит, вместо каждого слагаемого мы возьмем одну шестнадцатую. Дробь заменим на меньшую. Их возьмем восемь штуф. И это будет оценка снизу для этой суммы. А это снова получается одна вторая. Стало быть, вот здесь это в третьей скобке у нас написано число, которое больше, чем одна вторая. Ну, теперь вам понятно, что вот группируют таким образом, мы всякий раз будем получать сумму, которая больше одной второй. А из половинок можно из половинок можно образовать число, которое больше тысячи. Можно и больше двух тысяч, набраться, больше миллиона. Никто не возражает. Итак, будем с вами помнить следующее, что вот такая сумма в России плюс одна вторая, плюс одна треть, плюс так далее, плюс одна n. Вот если мы возьмем такую сумму, то увеличивая n мы будем получать числовую последовательность, которая стремится к плюс бесконечности. Вот символически это записывается так, все больше, больше и больше. При каком условии, если количество слагаемых у нас будет неограниченно возрастать? Вот это первый фрагмент. Как называется тот математический объект, о котором я вам рассказал, гармонический ряд. Ну, пояснять я не буду, записывать не буду, что такое гармонический ряд. Вот это относится к гармоническому ряду. Вот эта сумма от единицы до одной n это частичная сумма гармонического ряда. Хорошо, запомни.